Ваши сады В этой конференции Украинские сады Украинские сады Украинские сады Без обиды Мы считаем себя Без обид Вы не согласны? В центре я работаю Ну, Ваня немножко зарылся в ногах Он оттянул колено и ударил Так и было Он был в нокдауне Я ору, время на восстановление Я бью попу, ору, время на восстановление Он смотрит нормально, встал там Да, я готов То есть все, что от организатора требовалось Ну, ты сделал, поэтому о чем речь? Да, брат Украинские сады Украинские сады Украинские сады Украинские сады Он подошел Он сказал Если сможешь, то он Я могу сделать Почему ты не видишь с ним? У меня очень много боев подубить Любой кипиш, кроме него Как ты насчет него С ним подраться Я уверен, что ты хороший парень Хорошо дерешься Он тоже я видел 50 тысяч, 50 тысяч Ты положи 50 тысяч, я положу 50 тысяч Давай, 50 тысяч, я пойду Я беру Ты что, подожди? Мелочь Я не хочу твое сердце Просто я на суде говорю Смотри, ну ладно Сделай 70 килограмм Давай Сделай 70 килограмм Сделай 70 килограмм Точно Точно Кем бы нам урошу ты, Шамиль Основание Майка урошу Масану Что это ты? Мы прожием В студии Например Мой астопия Я не знаю Вы Я не знаю Это поесть Но Это поесть Вам Это поесть У нас Абсолютно успокоились. Довлетка соперник меня кормит панчерлер жанг Сурхан Дариону хоккема намадыр в ады беру койганда Агар шу поезда олдет кейтангд Дево им сразу Пореза Какие моменты вытащи? Когда вытащитесь, какая ждите? Как ты лет? 7,8 лет назад. 7,9 лет назад. Позащищем автобусы. 2,8 лет назад. А мы ждем ручки. но они тоже вложены в храме а для вас это не только фарзанин или что мы будем делать, мы будем делать тренировку те же вопросы, которые вам нужны? мы хотим говорить, что Байой Самба и Исанба да, Байой Самбы и Исанба мы делаем Мактаб и Кураш мы делаем спарринг, спарринг, нужно сделать спарринг мы делаем спарринг, желаемый зарплод Субтитры сделал DimaTorzok Огромная комфорация Я не понимаю, почему нет? Во-первых, бал надо снимать. Все, какие вопросы? На него, на него! Максим, здоровья! Президент Лиги Боевого Самбо Северо-Запада. И спортивный уровень у меня гораздо выше, правда, в Советском Союзе, чем у вас. Я не знаю, Мартан Тома, кем не проблема в этом актагондахалкси. ГОЧАТАМА! Шерол Джанге, Лига Р3 файтинг чемпионши. Гран-при за 3000 долларов. ГОЧАТАМА! 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 урвины и айти и с участием он афаат и на вагу самым дёссайя на бркатте и англигем из бу шелар чангин и узбекистон да из нынаватан и дают кузму оцимыз а бюс а потомным а джинем куб шу спортча болла озбекистон на бизге уж и шаги борются лигалада каткано шума 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 дейшады лекен шароид йо келешке мысол йо лгая белгезборга джинем куб берді муаму олабо что вас получается окуко блоган поэтому это alı девица в 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 благодаря вам, что вам понравилось. И еще один из компаний «Бэтwinner» Ссылка, комментария, и share промокоды. Миллион на бонус. Достой, еще один путь. Любительский лига. Большая лига. Максимус Джим Спортзал, в каждом месяце 2 марта. Маникоэртурпс, актагонумызан бор, мощный. Нему учену, бу лиганы ташкеткали аппыз. Хозырикунда, Юдайан Баншо, Шерларчангиде, Катнаш мохчу бөген спортчылак көп келешады. Мысул, 70-80-то одам келешады. Онны учене адборголыб, кастинг отгызы. Борегу, 3-4-5-5-ті спортчыларды лигамыз гауле аппыз. Лекен, яна, шунча, özіні спортта снапкор мохчу бөген болы бор. Шунің үчің яңы бір направланы, яңы 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 біта лига көлі аппыз. Бұны тез күнді өзігілі көреслі. Эртірі Максимус Джим спорзалымызды. Худоуласы, Любитильскі турнир бөләді. Хар iki хафтада бір мартды. Бұны инобат көп көп көйілі. Бұның біләсілі үрвиндөт қызамыз. Любитильскі бөсігілі. Бұның бір март қызамызды. Бөлі үшін үшін қаттарған. Добро пожаловать на наш канал! 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 Начинал с боевого самбо Далее нас взяли в ассоциацию М1 И с самого начала этого промоушена Я был судейской коллегой Международное соревнование Опыт с 1996 года Лицензированный судья Союза ММА Опыт какой-то уже есть Вот Поэтому Судейской бригаде Были все лицензированные судьи Новичков не было ни одного Опыт работы у всех существенный Обсудили все поединки И пришли к одному и тому же мнению Судейская комиссия Тоже работает над тем, чтобы не было Недоработок И то, что ребята обсуждают, это правильно Чтобы у них у самих было понимание судейской работы Как оцениваются баллы Как присуждается победа Что считается значимым А что считается менее значимым Поэтому это познавательно для всех Чтобы не было дальнейших споров и перереканий Я считаю, это правильное собрание Это надо говорить об этом Спасибо за то, что вы пришли Вот эти моменты обсудить А многие еще в комментариях пишут Что вы договорились с судей Вот эти моменты тоже объясните Это как происходит Мы договариваемся или нет? Плохо договорились Не очень Если честно За мою практику Ни одного раза Даже вот Мы уже даже шутим Говорят продажные судьи Договорились Я говорю, хоть раз бы Подкупили по-человечески Нормальные деньги предложили Поэтому, ребята Мы не мараемся Это наша работа Честь она дороже И поэтому нас приглашают Разные промоушены Разных турниров И знают, что у нас Абсолютно объективное судейство Санкт-Петербургское Потому что здесь Ни брат, ни сват Ни родня Мы считаемся Ну, поправник Ну, короче, коррупция нету Ну, как-то не получилось Нечего начинать Тогда первый Так скажем Поединок Который Не согласен Пришел человек Да С Москвы Аж сказал Что Ну, там было Больше очков у меня Почему я не победил Давайте пригласим его Все правильно Да Да Обязательно У них команда Санта Клиф Клиф Санта 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 бахтер подрался с ойбеком ойбек не смог приехать по обстоятельству он сам пришел чем можете сказать про этот у вас были удары хорошие но считается удары которые мы засчитываем судейской коллеги которые потрясли бойца не то что скользящий не то что там в лоб вы может быть и попали но он хорошо стоит на ногах он чувствует он в сторону не смотрит и он работает это считается скользящий удар не приносящий ущерба и вреда если бы он пошатнулся качнулся мы бы это все заметили сосчитали дальше ударная техника хороша но он вас перебросал по переводам и броскам это считается более трудозатратно это оценивается ну вот скажем чуть повыше чем ударка вот смотрите у вас примеру несколько там три-четыре удара у них у него там три или сколько-то переводов перевода удержание и это считается более ну как бы значимо для боя по весовой категории по судейской это не мы придумали это программа и в си а мы по международной системе и постоянно на как бы сказать на консультации на судейских коллеги нам это говорят и мы следуем только вот рамкам того что вот предписание это можно это не закрытое это все можно прочесть это в принципе правило и мама и смешанных единоборств трактует вот так но он один раз попал хорошо молодец но два раза там были переводы с удержанием и работа сверху партере это считается более как бы значим весомо на модела засуд сюда это он как когда был контроль да я не зуба я тоже там активно работа он просто как сверху считается не там нет работы вот послушай кто сверху у вас просто было не поэтому если бы вас вообще не было защиты вас бы остановить вам выдали проигрыш если просто человек закрывается это считается пассивная защита идет отсчет 1 2 3 4 5 все останавливают бой сдача то что вы там шевелились это хорошо это вы работали поэтому просто бой продолжался а то что снизу работает это очко не считается да но если бы он ему попал подбородок были случаи это он там тоже я работал вот слушайте если вы попали ему в подбородок если бы ему скинули я видел просто снизу как бы ягодичную мышцу коленом одному пробили и он сдался вверх я много чего на своем веку видел ну просто у вас была нижняя работа нормальная хорошая но то что он сверху работал это считается его положение более как бы сказать значимое чем ваша согласимся не ну вот он не сдается ну что просто будет как бы правило получше знать и все забирайся сверху тебя будет больше очков все нет я хочу там бумаги надо посмотреть это надо посмотреть вот я вам еще раз говорю тот кто сверху он оценивается там кто активный работа видишь что несколько бросков и удержания и работа на кого партере оценивается выше чем просто ваша ударная техника она неплохо но у него перевесила вот я так вот прошу даже не спорить любой вот комиссия мама вот можете еще раз обратиться всем такой без обид то есть создано согласен на пару тару до славяна одноводелом обои для навыка ручки надо еще раз пересмотрите чтобы оценивать это ну вообще-то как считается вот как правильно вообще-то суде как решает кто победил кто не победил допустим у кого работа активной техники нет оценивается и воля к победе оценивается даже если два человек вообще ничего не делали один просто вот вот они вот так ходят и тот который в середине это он считается ему фаворитом фаворита понимаете оценивается мельчайшие нюансы вот по центру я работаю мой хороший вот вот не спорь честно прямо не спори все признаю по-человечески что вот по баллам он тебя перевесил все пересмотри еще раз бой посмотри еще раз правило но я не знаю что еще ну с вами поспорить многие люди пришли никому не охота проигрывать я понимаю но вот бывает вообще спорные бывают у одного один бросок у 2 1 бросок у одного один удар у 2 1 удар а принять решение надо и мы даем победу последнему активному действию понимаете вот оценивается буквально вот до нюансов понятно тогда я думаю пригласим еще одну ну такой конфликт не бой был это арнольд и иван да пожалуйста а 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 Оппонент, как вы звали? Иван Чепин и Навруз. Навруз. Пересмотрел еще раз бой. Навруз по очкам, по баллам выиграл 100%. Но тут, я так понял, разговор о движении, которое считается, ну, с вашей точки зрения, незаконным. Два движения, прошу прощения, что переводил. Движение два, скриншот могу показать второго. Вот, послушайте. Если в процессе боя, я так посмотрел, он со спины работал. Он, в принципе, не мог видеть работу рук. Он мог вот перебирать руками. Это было как бы в движении, в динамике боя. Он стоял на коленях, на двух коленях. Показать скриншот вам точно? Вы, может, видео было... Извиняюсь, что я вас перебиваю. Там просто была динамика. В динамике нелегко. Давайте, да. Да, один стоит на коленях. Второй... Он не видит, касается он рук или нет. Он стоял на двух коленях. Спины. Вот. Человек стоял на двух коленях. Человек, который стоит на коленях, находится в партре. Его ногами и коленями в голову бить нельзя. Правильно? Или нет? Там идет процесс. Как бы сказать... Там идет процесс. В динамике тяжело разобраться. Но получилось, что это запрещенное действие. Верно? Можно же случайно ударить в затылок. Вот, послушай. Но это запрещено? Это запрещено. Но мы же смотрим... Секундочку. Удар бывает целенаправленный и удар бывает... Нет, мы оцениваем так. Нет, ребята. На мой взгляд, он был явно умышленный. И никаких спор здесь быть не может. Потому что человек сидел в ногах. Ты знаешь, что он в партре. Если он приготовился и совершил удар. Для прикола, посмотрите, пацаны. А если идет процесс... В партре. Чисто в партре, да? Чисто в партре, смотрите. Или нет? Или может не в партре. Чисто в партре. Чисто в партре. Ему бьют коленом. Чисто в партре человеку в голову коленом. Явное нарушение. И самое главное, я могу описать ситуацию, которая была. Он пошел в ноги, зарылся в ногах. И, ну, он пошел в ноги, он защитился. Ну, Ваня немножко зарылся в ногах. Он оттянул колено и ударил. Когда у тебя человек зарывается в ногах и держит тебя ниже колена, очевидно, что он будет в партре. Вряд ли человек стоит на ногах и вот так вот тебе там ниже колен схватил. Явно он пошел в ноги и он где-то здесь вот работает. И человек, которому идут в ноги, он это понимает Если его берут ниже колена, он понимает, что человек в партре Просто он в полубой, а, да похрен, ударил, и все Просто, ну, как бы, в полубой не запарился, нарушил правила, и все Мы так почти все делаем Вот смотрите так По большому счету нарушил Очевидно Очевидно, нарушил Нарушил Но умышленности судья в ринге не заметил И по баллам все равно тот боец перебил его Так, причем тут баллы, если человек нарушил правила Если, ну, послушайте, нарушил Если бы он после этого удара, ну, стал, ну, прям неменяемым Так и было, он был в нокдауне Он был в нокдауне после этого удара То есть просто судья второй не заметил То, что первое я видел, вообще неумышленный удар Этот, ну, умышленный, неумышленный, очевидно, нарушение правила Ну, я могу сказать, как должен был себя повести судья Я не говорю, что должны были сразу дисквольнуть Должны были сделать так Стоп, так, нарушение умышленного Этот, ну, запрещенный удар Но, например, человек там в динамике случайно ударил Должны были стоп Отвести, ну, того, кто нарушил В нейтральный угол Сказать, либо дать предупреждение Либо хотя бы А к тому, кому тот, кто получил урон Мы должны были сказать Нужно время на восстановление Он первый говорит, да, я в нокдауне Думаю, окей, там, минутку Минутку-две, стой Повторяйте, я тоже самым хотел сказать Знаю правила Да, так должен был сделать судья А он просто говорит Ваня встает, в нокдауне плывет Вот, представьте, вы деретесь Вам непонятно, какой легальный, нелегальный удар делает Вы плывете, у вас судья говорит Готов продолжать? Ты скажешь, не готов Он скажет, технический нокаут А Ваня говорит, готов Ваня был в нокдауне, но он находится в бою В динамике, конечно, он говорит, готов А потом мне судья говорит Я уже у него спросил, готов или нет Так, ты спросил, но он не понял То, что ты зафиксировал нарушение Я не говорю, что это было обязательно умышленно Хотя, нет, я говорю, что это было умышленно На мой взгляд Он просто не запаривался, что Но даже если это было бы не умышленно Время на восстановление должно дать При запрещенном действии А он просто, ну, видимо, не разобрался В динамике, видимо, не понял, что делать Может, много до этого боев от судья устал Ну, много, может быть, факторов Я не говорю, что он человек плохой Может, устал, может, запаривался Может, динамики не понял Нужно было сказать Я не увидел, надо посмотреть повтор И чтобы решить А в динамике, конечно, должны были дать время насто большая после этого сразу его не пропустил душа и чен он еле встал после этого это было очевидно в тимичка чеку нанесли этот акцентированный удар может сказать в тимичка ну то есть это не просто там джеб удавил ну там после гонга ничего страшного нет это был серьезный удар он влияет на ход боя то что было по очкам в трех раундовый бой они продавались полторы и раньше то было по очкам этот для нас бой начинается там только середина второго раунда мы тогда смотрим что будет начало это разведка этот поэтому то что было по очкам без разницы этот а вот это первое нарушение было ну ладно давайте его обсудим там еще 2 есть кое-какое с этим нарушением будет поставлен на вид судей в ринге вот так скажем хорошо замечание засчитано ну не скажу прямо что она такой супер криминально но она она просто решает исход боя то есть тебя бьют запрещенным ударом ты проигрываешь ход больше он вообще не смогут продолжать будет так по сути получилось нет он сказал что смог и он шатается он он шатается такой шатается я ору время на восстановление время я бил попу ору время на восстановление он видимо не врубается муж волнуется ваня шатается явно шатается встает может сказать давайте так давайте его не дадим сон он получил удар можно еще я скажу из этого делаем два вывода 1 чтоб судья был более внимателен к этим и если вы вот ребята получаете что-то такого плана не понтуетесь и не говорите что вы такие молодцы и продолжаете поднимите руку к вам подойдут и наоборот это будет более акцентировано если ты говоришь я нормально вот скользящий ничего не было там лоб самой крепкой кость скелета и ничего не было в темечках вообще вообще в прайде где бы можно было бить партере какая колени в голову там ударов течка были запрещены в лоб то есть там там даже люди руки постоянно извините смотрите лоб здесь а здесь темечка это другое он встал говорит я готов дело не совсем так он сказал стоп мне надо в себя прийти позовите врача мне надо отдышаться то это было бы нарушение вот зафигам было две секунды секунду если бы боец это всех касается если мы получили неправомерный удар не надо сразу в бой рваться скажите мне надо время на восстановление только вот такие моменты можно оспаривать и мы судьи тогда уже принимаем более серьезное решение а так кучи боев со скользящими непреднамеренными ударами миллион проходят и так и сяк если из-за каждых нюансов останавливать бой бой не сами знаете он непредсказуем и все происходит в динамике и бойцы не знают кто как движет двигается иногда навстречки попадают удар иногда вот бывает все и видно когда целенаправленно бьют по целенаправленно бьет в голову и по глупости по недоразумению или просто в запале вот в разгаре боя это разные вещи мы тоже это все смотрим и принимаем внимание дело в том то что я просто был в двух метрах от этого и я хотел сказать что было просто вы сейчас говорите о сценарии который где-то может развивался но не в нашем случае в нашем случае было так попадает ему явно акцентированно силовой удар в темечка не в лоб в темечка я обращаю внимание что в прайде где можно было добивать коленями в партере в голову там даже в темечка было запрещено то есть по каким-то причинам они видимо решили запретить удар у него он запрещен в позвоночник затылок и темечка и так продолжаем пропускать в темечка плывет судья подымает стойку ваня встает на 1 секунд 6 тоже на чем-то говорит явно плывет судя просто он встает вот так вот встает что я подходит году продолжать да все тут накидывается начинается вот чтобы то есть он там не успел бы поднуть я судья виде у меня он даже мне в глаза один раз посмотрел аренд я ему ору дай время на становление временно становление время на становление орал там не за на весь зал наверно было слышно но очевидное нарушение который которая решила исход боя но начало первого раунда вы не знаете что было 2 скажет он доминировал первый раунд я говорю бой начинается середина 2 у нас три раунда в общем смотрите принимаю решение устное замечание судье в ринге обратить большее внимание вот на такие моменты а вам просьба что если получили неконтролируемый удар поднимать руку и время на бойцу непонятно я в динамику было в динамике он там не видел что там как легальный нелегальный не знаю отверения от времени готов я говорю да я схожу нет меня диск валят ну не искали это остановит бой астановка смысла так всегда дико удочку это остановка бой вам надо в себя прийти после удара после этого можете апеллировать что удар был судья не фиксируешь удар был запрещенный то есть он не видел он стоял вообще другом ракурсе ну я понимаю но я имею ввиду что смотрите вот когда ты пропускаешь удар шатаешься тебе подходит рефери и говорит готов продолжать когда ты говоришь нет он такой ничего смысле блин ну нет мне надо время на восстановление что значит нет судейские решения потом у нас оспаривается все уже после боя показали по себе в лучшую сторону спасибо его дальше больше аппи красавчик эйн кучли эйн тескор эйн таджерибали бугун ким боли шина брасан на бэт винар блэмбург я брэн тиляр дамбур гарок чгунга он не зафиксируешь удар запрещенный то есть вани может казаться что судья не заметил скажешь не готов продолжать секундочку это может может сказать бой сразу останавливает и все горит а ну не можешь продолжать технический нокаут после нокдауна человек пропустил удар я секунду он стал у него нормальные зрачки он сторону не смотрит он меняемый он говорит вы можете продолжать будем говорить да могу это оценивать судья если человек смотрит другую сторону говорит да могу а вы здесь стоите тогда нет и вам у тебя какой был сделок от этого время вообще ничего не помню после этого удара я помню я встаю и помню как меня сзади душит уже вот и все что я могу сказать в тот момент я даже не понял легально это просто мы сейчас сидим горюк ты в нокдауне то ты не можешь такой наверное сейчас скажу суде ты в нокдауне динамика ты ничего не понимаешь это же не так легко я ну как бы на мой взгляд его судья не разобрался вот и все ну давай человек в нокдауне не может там придумать слова как там лучше сказать судья он тогда у не валяется немножко ну как бы в эту ситуацию так скажем впустил на самотек и боев таких ну что попадает в лоб они дальше дерутся это не лоб это темечка это огромная это то сам что в челюсть попасть искать ну попал в челюсть конечно в нокдауне ну ладно подумаешь ребята послушайте это общая работа никто тут вам не враг это надо все вместе работать вы увидели подняли руку подошли главному суде вам не надо там тоже сразу прыгать что я такой герой молодец в бой рваться такого не прыгал о он он стоит шатать у нее спросили готов или нет что он по вашему должен бы сказать не готов дайте мне минуту в себя прийти не что-то такое такое не зафиксировал что во время чтобы нарушение то что отчете буду давать то будет продолжать все там через секунду уже садерик налетел было нарушение моему бойцу надо отдохнуть я орал как сумочечь и там попал убил меня даже вырезались нет это правильно я слишком много рау надо было вырезать очень масса правил все понимают в течение пяти-шести часов судья тоже стоит на ринге он тоже какие-то моменты может и пропустить да я про это и говорю то что в данном случае нам было до нее не достучаться никак человек который в нокдауне не может как разунать судья там буду да у нее встает шатается в этом секунду на раздумья у него все плывет глаза открывать готов да ну мы все так говорим то в бою вот либо либо бой становится объективно судья надо было более внимательно смотреть бойцу надо было и вам дать время на воду все ну да да тема закрыта говорить нет за это домой я даже не просил дисквал я просто просил чтобы человеку дали временно восстановление мы продолжили бы бой хотя бы так ну и у ебал ебал сняли потому что везде нарушение было не единственное так все обал снимают вот послушайте вот получили в пах даже вот много таких случаях получил пап ну попрыгал и пошел а вот если он минуты 3-4 прыгает понимаете и говорит пап я получил очень серьезно и удар был целенаправленный а он действительно например какой-то целенаправленный то тогда уже идет рассмотрение что это балл но не надо конечно косить потому что это будет все равно единоборство но мы сами оцениваем насколько серьезно вот удар травмы или какое-то телодвижение понимаете если человек смотрит нормально встал как да я готов ничего бонзай там можно не улов деревян я видел людей которые ну тут было не в лоб а в темечке это очень большая разница очень темечка уязвимая если в него бить колено зимой поверьте у всех узи зимы но есть такие люди их вообще не убьешь там при желании но я же говорю в прайде вообще в темечке были запрещены удары и за то что они опасны для позвоночника мы самое главное что это был ну как бы папа это обсудим это все правильно это мы будем запрещенные удары дальнейшем у нас если бы там было не сильно мы бы даже не заметили послушайте сми ставим что он еле встает с земли то это такая тема мы будем ее постоянно работать и вы сами на это обращайте внимание запрещенный удар во-первых минус балл время на столе и дисквалификации останавливаем время и обязательно вы подозвать врача это не считается зазорным две-три минуты чтобы боец отдохнул привел себя в порядок может быть действительно ему в запале он не соображает ничего но опять же на реакцию зрачков просто посмотрел и вот сейчас будет разбор 3 это примерно такая же ситуация еще у нас было еще одно нарушение это просто учитывая что ваня хорошо работать коленями в клинче это это важный момент получается у соперника как зовут и забыл наврус наврус пропустил там два-три колена от него ну ваня умеет работать короче клинч 23 колена и в итоге сделал что я покажу мне это на скриншоте есть взялся вот этот прям крепко с одной стороны за шорты с другой не было не ударить колени можно сказать ну подумаешь взялся хорошо но судья судья орал не держи за шорты не держи за шорты не же в итоге он держал 30 секунд его за шорты без остановки он три раза где-то при игнорировал судью то есть судья заметил это и кричал я кричал судья кричал он подумает да по ну типа мне же выгодно держать за шорты чтоб не колени били а потом он эту ногу зашел ты подтянул взял и перевел то есть получается ему нарушение у во-первых его за это никак не наказали он за счет этого перевел там подобивал ну там потом ванен треугольник зашел время хочет неважно короче смысл в том то что я почему вот у меня так немножко агрессивно настроен в плане умышленности нарушений было такое что ему говорили не нарушай и он такой на типа насрать и просто 30 секунд подряд вот на видео есть скриншоты я сделал то есть очевидно было что человек думает опуха и что судья говорит на сради а знаете какой вывод сделал судье будет рекомендовано не кричать потому что может он глухой может он запалит может он околоть отверткой да да вы говорите все правильно просто в данном суде я просто увижу что я сделал пометку все больше другого разговора нет говорить один понимает разговор второй запали ему там все равно может он отбитый напрочь тут дело такое поэтому лучше касаться я для себя сделал ну вот будет рекомендацию судей в ринге все самое главное одно я думаю ты ну не обижаешься потому нет я 3 смотри мы во первых я извиняюсь что скажу во первых книг но я не могу как и сша обижать потому что ты мне дал возможность обсудить все без конференции провести пригласил судью то есть все что он от организатора требовалось ну ты сделал поэтому о чем речь так наоборот большинство говорит а ладно пахнет аж бои то есть тут надо подходить правильно поэтому это каждый человек выходит туда рискует свою же наоборот подход тут той подход правильный наоборот только только благодарность за внимание к правилам да мы тоже надо видеть безусловно самое главное вы поняли что мы не коррумпированы нету нет я скажу честно мое мнение было такой повод этого он не перед ним было много пар может он берем не был не был перерыв у него замылилась он тут аванала ступил могут и в этом этом вот мое было мнение но смысл в том то что это повлияло просто это повлияло на исход нашего боя я не говорю чтобы мы точно выиграли но бой был бы другим вот так а я результат я не знаю и поэтому конечно ну я недоволен если его и мы сделаем выводы и вы тоже работать вот давайте это обязательно все нас меняем не про бойца познакомься да 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 он готовый драться расскажи добра себя кто ты откуда ты чем занимаешься меня зовут ганил начнем с этого у меня база тайский бокс я занимаюсь 13 лет это почти 7 лет решил попробовать сейчас тебе 20 нормально у него какие у них короче у него у меня реально из техника мой тай то есть он обладает и я мы просто видели что здесь реально могут технику мой тема кто показывал в вашем промоушене есть хорошие ударники хорошие рынки были но технику мой то я пока не может не все байпер снаряд я не видел 7070 да а бомбаев на каком месте одну разница у вас есть просто он той же тайский бокс да и он пойму он пойма ни разу не выступал но я думаю что он может украсить промоушен своей тайской техникой что-то что-то интересное показали бы рад видит тебя да и я хотел сказать то что просто сейчас время было дневное и у меня не успели еще приехать и ребята еще один мой тайм и еще еще будем проводить пресс-конференция этот день только обсуждаем это судейские решение почему так получилось я думаю мы решили да здесь я думаю что к чему-то пришли да да к чему-то пришли вопрос в этом закрыть ну чего могу сказать спасибо верно за то что еще раз спасибо за рассуждение все за рассуждение все спасибо за дискуссию думаю вы понимаете почему так что реклама уже бездохом или обед винить мощный букмекерский компания шанс ли чубом рта торда эртри максимус джим спорта ламыз в я не на направление лармзом тассы рахмун в продакшен сискорият ком марча клинманов монтаж лав съемкала амас рахмун в продакшен клады ты банкет бошкан артсала за газ клеерасла рахмун в продакшен телефонный номер лагерат вискар кингер азбор бу аквар джомблан джомботер дики айна удушка бердену главный бой вечер это был вот эти момент обсудим то есть джомботер кема да блюда джомботер кема дымок а джомботер бучка боскал артсала за газ кема дымок а 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И это накапливается у человека, у спортсмена в голове В данном контексте была удушка Он заснул Сколько мне ждать? Полминуты? Удушающий, засчитан правильно Боковым судьям это было в 100% видно Все, ребята, не обсуждается, все четко Вам спасибо всем Был бой мощный, зрелищный Субтитры делал DimaTorzok Вот он Как раз здесь задушил И был момент, что его соперник не был согласен этим По поводу этого, что вы можете сказать? Задушил, молодец, все правильно Дальше Я сам видел момент удушки Вам Как бы сказать? Ну так просто для Чтобы вы понимали, когда останавливается бой Идет процесс отдушения Это сложный процесс Это не поступает в мозг Воздух и кровообращение Парни, слушайте, это всем надо Вот Происходит своего рода асфиксия головного мозга Отключение Кислород не поступает к головному мозгу Симптомы этого, как бы сказать, кислородного И кровяного голодания Обмикает тело, закатываются глаза Вообще они были стоящим режимом? Слушай, вот после удушения Когда считается удушение Судье надо останавливать бой Когда противник обмяк Когда у него закатываются глаза И безвольные руки Он должен вот и потрогать, посмотреть И объективно оценить это удушение Потому что если долго передержать Вы сами поймите Это очень не полезно Кислород не приливает к голове Идет отмирание коры головного мозга Это, ну, можете дураками стать В скором времени, да и все Поэтому, как только Идет момент асфиксии Удушения Человек обмяк У него нет Как бы сказать Он не продолжает сопротивление Обмяклое тело И характерные Ну, зрачки уже все видно, что Вот Поэтому судья останавливает бой Я сам видел Это все Вот это правильно даже не обсуждается То есть это было правильное решение? 100% правильное решение Дальше Как только захват вы открываете Вот почему говорят Душите до последнего Чтобы человек обмяк Потому что вот Один глоток кислорода И сразу идет восстановление полное Понимаете? Вот за секунду Идет ток крови Идет кислород И человек просыпается Но он не понимает Что происходит Он не понимает, что происходит У него была асфиксия У него был тормоз Он говорит Я могу бой продолжать У меня 100 миллионов таких Случаев из жизни Вот вам тоже надо Это уяснить Во-первых Если давите Давите до конца Не прекращайте Вы чуть-чуть Отпустили руку Чуть-чуть Кислород Кровь пошла Человек опять живой Вы устанете его давить Это можно до бесконечности Если уж давите Давите до конца Вот Потому что буквально Одну секунду Человек может восстановиться Опять Вот Говорить вот не о чем То есть это было Правильное решение? Правильное Да Чтобы не было Тут Вы поймите Тут тоже все трактуется В пользу здоровья Если его нужно передержать Он будет полчаса В коме В асфиксии валяться Ну кому это надо? Это никому Ну да я тоже так думаю Что вот Вам не надо думать Это судья Вы душите до конца Ваше дело задушить Это был правильно Да Вот просто Я хотел Увидеть его Но он не пришел Типа вот Я хотел узнать у него В чем мэти Он не согласен за этого Он проснулся за секунду Вот он отдышался И все Он бодрый Хороший Понимаешь? Ну вот за это вопрос Ну вот за это вопрос Я у меня все Я и все Вот Недопонимание Только вот из-за этого Все больше ничего Тут ерунда Забудьте Да все Я все согласен Только Согласен Да я согласен В том Надо Надо было Согласен Да конечно Хороший был Не сдавался Это все Он думал Что надо Выиграть А М5 тысяч Еще долго Я думал Он когда придет Я сразу отдам Наша задача тоже Чтобы не было жертв И травм Поймите Вот как малейший Ущерб здоровью Мы останавливаем Здоровье Это в первом очереди А судьи опытные Сразу все видно Человек поплыл или нет Вот чуть-чуть поплыл Уже все Вот руки болтаются Глаза закатились Сразу же остановлю Понимаете Вот Ну в Дагестане Правда Вот ребята Очень упрямые Не сдаются никогда Потому что Распариваются все Вот Грех конечно Беру на душу Но вот приходилось Давать додушить Чтобы Не было потом вопросов Потому что Это неправильно Чуть не драки Не конфликты Вот понимаешь Вот Мы уже все это видим Ну чтобы Вот послушайте Ребята Опыт есть Вот Делайте что говорят Все будет нормально Но когда вот Взял на удушку Вот даже чуть-чуть Открыл Он опять уже восстановился Уждавите до конца Пока судья Не скажет Стоп Я ждал Судья Что бы он Я сказал Он просто Он уснул Он упал Он даже мог Здесь стоит на месте Он когда Задержал Он упал Главное До команды Судьи Продолжайте Прием Все Тогда Судья Сказал Что значит Все Не обсуждают Все Спасибо За все это Чтобы это честно Мы обсудили Публично Со всеми Чтобы Я думаю Не будет У зрителей Уже больше вопросов Если есть вопросы Пишите в комментариях Вопросы Они всегда должны быть И наоборот Вопросы Как бы сказать И расширяют Кругозоры бойцов И судьи Все равно Вот Хоть и был уже Миллион этих боев Но все равно Иногда что-то новенькое Бывает такое Необычное Всегда Это надо Это рабочий процесс Работаем Спасибо вам большое Я думаю В этом уже Закроем Эту тему Спасибо За то Что вы пришли Отделили время Спасибо Еще раз Пожалуйста Вот В этом все Закончили Видео Ага Вот Вопрос Последний Осталось Когда был картер У меня Три раза Или четыре раза Колено Почему Не остались Колено Куда бил Там видео есть Легкий тоже есть Не ну В партере В корпус Можно Бить Партер Есть Нет Погоди В партере В корпус Он не Колесно Когда он Они были В партере Он его Ударился Локтями И коленами Там тоже Виде Тоже Есть У нас Нельзя Проможено Да В корпус Можно И ребра И задницы И ягодицы У нас Все время Берутся Локтям Ну Нет У нас Локтям Тоже В ММА Там Все Разрешено В корпус У нас Именно Вот На Партере Ну Вообще То У нас Локти Нету У нас Нету Локтям Вообще Считается Кроме Головы В голову Нельзя Бить А так В корпус В ягодицы Пожалуйста По ногам Там Часто 300 секунд Работа Там Партере Да 30 секунд На партере Ну Вот Слушай У него Два Или Три Броска И С удержанием Вот Бросковая Техника Вот Честно Скажу Оценивается Больше Чем Ударная Вот Она Считается Более Трудозатратная И Более Как бы Сказать Там Приближенная К Удар Тоже Да Ну Так Дочитай Сюда Очков Если Вот Еще Раз Запрещенный Удар Вот Вам Произвели Да Вот Болезненный Запрещенный Удар Вы Руку Поднимаете Говорит Там Сюда Есть Че Сюда Ну Вот У вас Не было Я Не Видел Запрещенных Ударов Вот Видео Есть Видео Надо Сам Посмотреть Хорошо Че Какой Плэм За Что Видео Вот То Что Я Сейчас Посмотрел У У Вас Ударная Техника У Него Там Два Броска С переводами И С добиванием Вы Естественно Работали Внизу Не сдавались Но Вот Его Вот Эта Техника Считается Более Продуктивной Чем Просто Удар От Вашей Ударной Техники Он Не Поплыл Не Упал Ну Упал Он Упал Вот Послушайте Вот Один Удар Одну Очко У него У вас Два У него Вот Объективно Оценка Надо Покажи Меня Пожалуйста Эта Бумага Сколько Там Очко Вот Бумагу Покажите Ему Или Еще раз Все Судьи Сядут Еще Этот Бой Пересмотрят Молча И Каждый Поставит Свою Оценку Если Вы Уж Так Хотите Вы Хотите Это Вот Судьи Сядут Независимо В разных Углах Еще Раз Просмотрят Бой Еще Раз Оценят Это Мы Сделаем Тогда Сделайте Да Судейская Бригада Наша Хорошо Это Будет Более Правильно Чтобы Да Значит В следующем Пресс-конференсе Сделаем Так Только Приглашаем Судей Почему Три Судьи Потому Что Каждый Видит Со Своего Ракурса Понимаете Может Мне Не Видно Что Он Вот Такого Сделал Может Это С того Ракурса Было Я Объективно Не Заметил Вот Скажу Чтобы Он Что Делал Против Закон Значит Виде Уже Объективное Мнение Снает Да Да Что Ёпт Рим Алсин Спасибо Тах Закон Тах Брат Удддых Накавад Боли Бартер Ген Ишлад Муще Дикул это просто контролировать. essionality нет. контролировать и значит контролировать я. Я активно работаю. Я активно работает, но это очень активно. Но я хочу работать. Если мне понравилось видео, я смотрю видео. Я напомню. Я скажу ничего. Вот я на том, что я пишу комментарии. Я тренер. Преком покажу в спорт. Вот в последнее время я проверялся сыграть на сковородку, в которых я проверялся, на сайте. Я не знаю, что это как, поздно-пай. Я не знаю, что здесь на это есть, я просто поверил. Я бы хотел поспать у меня, как это – тоже. Рассane. Я думаю, что это все такое. Я слышала там, что это сюдио было. Я наше дело. И они показываю. Я хочу посмотреть. Я понял, что это будет. Я понял как, вот это все Macedонова и надеюсь. Я говорю, что она начинает. И наиболее. Или она третий нам закончится. Хочу... ... 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 Это лоббитерские дни, что мы производим фигуру с мальча, и смотрим в лоббитерские дни в боще, мыwar получил одну грампу, мы не можем играть в логике, но мы можем не выдавать. это еще на 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 Я не знаю, что это, но я не знаю, что это. футболец в этой стране, который занимался, я благодарю со мной. Когда я получился это, дает мотор для всех тех. А вы вести кое-какая? 70 кг. А вы вести блога? Вы вести блога – это? Далее, нет. Вы вести блога? Вы вести блога, нет. Да, это блога. Вести блога – это блога. Вдруг вы работаете в Москве? В Москве работаете в Москве, в Москве работаете. Вы работаете в Москве? Я хочу сказать, что мы знаем, 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 что мы знаем. Друзья, я вам говорю, я в Москве, спортзал, где есть метро? Леннский проспект. Леннский проспект. Я в инстаграм аккаунта выбрал через меня, который отправил в Криллова, и он командов celular. Я хочу сказать, что это было. Ты не можешь? что вы думаете? Я реклама, что есть, я думаю. В метролейнский проспект в 15-м году, я ловлю 15-м, и в 14-м, и в 14-м, и в 18-м. В 8-м году, я начал до 8-м. Телефон номер 817, на 15-м. Гляпы. Друзья, все экраны посмотрите. Боры, тренировка и сообусы. económica я могу смешать я думаю что вас не может быть так хочу я думаю что 5 часов, когда у меня новый год в 60 лет У меня есть массаж, безумие, чтобы у меня не было У меня в 68 килограмм был 4 лет, и он был в шамана. Я в 53 килограмм был вaltz, но в 59 килограмм был вaltz, но в 61 килограмм было заходить. В этом случае, вы вышли в сад и на обратном обратном, но можно было бы делать. Я считаю, что они остались в полцах. Я стал тренер, и я остался в полцах, и не было точку. Что это? Это можно сделать в полцах? Настер Голосמע, что тем не менее он не мертв. Идём Расскажи про впечатления про соперника то есть он был ну то есть больше висел насколько я не помню просто если честно я тоже сейчас не помню насколько он перевесил но я лично про него скажу он парень неплохой я ничего против него не имею просто на уважение всё было но я думаю он непрофессионально относится к своему, к своему делу вот просто из-за этого у меня возмущение так я знаю что была жёлтая карта я согласился я не я не отказался перед боем подошёл парень сказал я болел там не смог согнать я думаю ну болел болел и столько готовились к этому я не отказался я думаю одним разом откажусь его бой я начала готовить к вопросам в любом случае ты красавчик вышел показал хороший бой я это ну как видел своими глазами не знаю чем продвигаться но молодежи Сначала познакомься к Танчакте. Это мой близкий брат. Мы все вместе тренируемся. Мы все вместе тренируемся. Познакомься к тебе? Кто ты? Откуда ты? Меня зовут Шамиль. Я живу в Азербайджане, национальности в Дагестане. Я хочу с ним драться и в боевое время готов. 57-61. Если он готов, то он готов. А у тебя какие-то достижения? Я из любителей выступал. Он хищник у нас. Чемпион Азербайджан играл боксов. Потом еще борьба и самбо. Вон не борьба. Какой он для тебя? Любой чемпион мира. Скоро я все-таки опыта. Он со мной играет. Будешь ты со мной играть? Можно я пару соус? Да, конечно. Он играет так. Просто дело в том, что он 65 или обычный вес. А когда мы у тебя спрашивали, ты говорил 65. Помнишь, да? 65. Обычный вес 65. Да, да, обычный вес. Ну, его обычный. Он не гоняет, он 55. Дело в том, что когда в ринге после боя пожали руки. Все нормально. И друг у меня есть. Он тоже 65. Просто решил, чтобы равный бой. Ну, красивый бой показал. И некоторые, может, не так поняли просто. Угу. А, тот момент, да? Да. Три просто неправильно. Тренера, да? Там неправильно. Тренер, который усил. Да. Да. Так, я не буду на этот раз. Застребись. Все же, дорогая. Простите на этот раз. Поселение с разными. Граждане на нашей муке. Могти его directions. Ага. Всем асалам алейкум. Приветствую. Я хочу сказать, что мой друг не сделал вес. И вес сделал, и он не сделал. Это несправедливо, мне кажется. Поэтому я хочу вызвать тебя. На следующем турнире я готов подраться с ним. На каком весе? 62. 61. На каком весе? На каком весе вы будете драться? 61. 61. На каком весе вы будете драться? На каком весе вы будете драться? 61. Как вы говорите? Мы тренировали. Мы подраться. Мы подраться. Но я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. давайте я считаю что надо дать слово тренеру тренеру кто кто у тебя тренер да где тренер здесь сегодня давайте позовем тренера тренера пожалуйста да тренера короче тренер пресс-конференция удачи с тобой шабос подрается шат один шабос выяснил хорошо ты сначала один бой провели шабос тоже здесь где шахбос где у вас вынесли да еще ободействие вот с тобой шабос подрается ты понял он здесь один раз подрался на какого никто не принесли подожди 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 он мой тоже ученик нет его никто не заставлял правильно он сам согласился все какие вопросы и хочешь подраться на счет один вот пишет один у меня есть на счет сады с собой подраться все давай на следующий турнир подраться с тобой все давай хорошо пресс-конференция хохла он сама сына там просто был я думаю он тоже несправедливо потому что весовая 10 килограмм почти разница да да ну все равно же он же желтым вышел вышел да 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 мы согласились я ничего не говорю претензий к судейству нету просто я лично ему говорю что в следующий раз так не подходил да чисто профессиональный я думаю он не будет так он уже этот бахтером занимается подводит будет бахтера если он так будет относиться а насчет вашего боя да ты сначала брат покажи себя хочу посмотреть твой бой блин если если что-то нормально мы скинем уличку и что надо а если есть бои да я я скину если он будет согласны с его тренеры будет согласным я я организую да ваше будет чтобы ты будешь там выиграть то есть ты должен показать себе выиграть хорошо вот будет бродка ты должен быть что-то что-то будет учитывать но мы самые разные что-то было что-то будет еще как же винатор на борьбе если вот это а он вышел да тыiempo на его как и Кстати, молодой человек! У меня были очень известные, что он был более нескольким в катастрофе. Он был на ринге и сезон был в бой и был в бой. Если вы не выиграли, то вы не могли выиграть. Но у него есть травма? Он в колене не может быть? Нет, я могу раз. Давай писать? Писать семь, поделимся? Иди сюда, писать семь. Какой вес? Давай. Давай. У тебя сейчас какой вес? Ничего такого агрессивного нет. Просто он хочет бой. Все. Сейчас 61 и на 61 хочешь драться? Нет, сейчас он 66 я сам видел. Одежда в модели так вот. У меня одежда. У меня есть 6. Подожди, потом все посмотрим как он. Потом 62. Если рост имел бы значение, королей Зюре был бы не левый аспанг. Салам алейкум, заходи сюда. Залетай, да, брат? Красивая фраза. Я спасу это детский комитет, да? Серьезники там подойти. Мы все тут, чтобы... Красавчик, как ты? Мы все тут чего-то показать, какие-то достижения. Мы же чего-то хотим взять. К чему тут нужно красиво подходить, брат? Познакомься, да, брат? Меня Адам зовут. По прозвищу Владиатор. Я пришел в этот ММА, чтобы покорить ее, шахануть ее режим. И я никого против ничего не имею. Так как, сколько я этого хочу, столько они хотят и добиться чего-то. А меня просто клетка есть, расскажет обо мне. Адам, расскажи о себе, да? Я много занимался. Четыре года назад спорта ушел. Меня обстреляли в одном разборке. После этого я сейчас... В одном разборке? Да. Две пули в ногу зашли, вот сюда. Две пули зашли голову. Челюсть сломали, короче. Так я ушел в спорту на четыре года. Я вернулся сейчас. Я не так... У меня времени очень мало бывает на тренировке. Если месяц мне дать, я, наверное, скорее всего, снес бы это. Сейчас гранул бы это режим. Громко говорю, я... Ты же видел, как я выступаю? Да, да. Я три недели не ценировался перед этим бойом. Я до десяти вечера и десяти утра работаю. Оттуда вот пятницу, вот три дня я клуба работаю. Я полностью не успеваю выкладываться. Но я уверен, что который очень бой, красивый результат. А на каком месте выступаешь, что я? Не знаю. Да, я выступаю на тот день, я выступал. Девяносто плюс есть. А сам семьдесят девять килограммов. На семьдесят можешь скидывать весь? Да, на семьдесят это... Гонорар должен быть, чтобы я до семьдесят бросил. Я, наверное, скорее всего... Не, смотри, брат. Мы, ну, как бы, насчет гонорара обсудим, да? Но ты должен же себя показать. Мы, я... Аллахи. Любой сорте. Даже сейчас пять минут, а я выпусти с бойцами. Я покажу, на что я способен. Судим, пул накидываем. Там же закрываются глядки, там видно будет. Ну, то есть, ты себя уверен? Я уверен в себя. Если я себя не был уверен, я, наверное, скорее всего, сюда не пришел бы. Уверенность столько, сколько у всех взятого нету. Да, ну. Аллахи. Клянусь Аллах. Сколько эти люди стремятся жить, я скажу, столько я стремлюсь умереть достойно. Мне не важно. Если выйдет, нацию не надо затрагивать. Просто выходим, вы бойцы, вы гладиаторы. Гладиаторы этого времени. Мы зайдем, покажем красивый бой. Клянусь Господом, Богом дей. Грош цена тому человеку, который не уйдет своему сопернику проявлять. Он проиграл, дай ему руку. Аллахи. Я поднимал соперника. После того, как я его до угла дотянул, только тогда я своему победе радовался. У меня нет такого. Кто будет смиренно вести себя, будет возвышенный. А кто будет летать, будет вдувать. Вот такая слуха. Я, я тебе найду соперника хороший. Найди жестокого, чтобы он меня убил. Я не буду громко говорить, но клетка покажет, кто это. Просто у меня в последнее время очень мало ценировался. Ты на стойке лучше или на партере? У меня борьба есть. Я сейчас, недавно, короче. Недавно поставил. Недавно поставил. Чем и лезь, подтянул мне борьбу. Помнишь? У меня всегда ударка. Каманец по боксу, по боевому самому. Альмейской векам башню. И Пантрактюрон. Я выступал в Камин-Бешетти, в Сочи. Везде я делал. Даже я не тренировался, когда братья шли. Клянусь Господом. Богом, я нос носил и с ними уходил. Без разницы было. Лишь бы подраться. Понятно. Удовольствие от этого получать. Он без тренировки, короче, все готовы. Сейчас ты тренируешься? Да, да, да. А где тренируешься? Да, на грифоне. А, на грифоне. Помнишь? Помнишь, мы как-то столкнулись? Ты знаешь, Аллах, ко мне тренер подходит, там, УФЛ или что это там? УФЛ или что это там? УФЛ организация, да. В Аллахе, там три человека снимаются со мной, не хотят драться. Тренер подходит. Адам говорит, ради Аллаха. Мусульм есть, ради Аллаха. Не разговаривай с ними, говорит. После твоего разговора они снимаются, короче. А я не знаю, я плоть, меня кто-то пырнет на джорган. Ублю. Ну, разницы между нами нет. Весь рост тоже это не имеет значения. Ты же помнишь, когда выступал? 106 килограмм в финале. Киргиз есть. Конечно, Аллах, он тоже не захотел со мной драться. Не хотел? Не захотел. Он говорит, у меня голова болит. Не подумаешь, что это ничего. У нас точно найдется тот, кто хочет с тобой подраться. Нет, нет. Я не говорю, что я такой. От того, что ты пол накидываешь на себя. Это не имеет значения. Будь мужиком. А там не важно, король-то или постоль. Хорошо? Найдешь бойцам. Обязательно у нас. Тебе найдем. И насчет, примерно, мы обсуждаем, там, бои туда-сюда. Как вопрос возникает, примерно, вот этот, примерно, момент у него как-то, неправильно его ударили. На этот вопрос, где возник, там же надо, тренер. Все же есть. Ты же не один там, никак не дворяшка, не придешь же. У тебя братья есть, родные есть. Настал этот вопрос, примерно, его как-то неправильно ударили. Вот, у него человека неправильно ударили. Он сидит, что-то доказывает. Как его звали, который за Никиту разговаривал? Иван. Иван, да? Примерно, там же должны эти вопросы бывать. А дальше, что происходит, это уже цирк. Это уже зависть. А, выиграл. Клянусь, хоть он выиграет меня, я достойно пойму это. Угу. Предначертано было тебе с Ивышним Аллахом упасть. А там уже, если ты станешь, станешь. Если не станешь, так же уйдешь. Это все. Зачем тут говорить, это сделать? Красавчик, брат. Мы просто их не будем обсуждать, да, сейчас? Смотрите. Будем читать на меня. Смотри, смотри. Ты сейчас говоришь, брат. Нет, я перебью тебя, брат. Я извиняюсь. Все, что необходимо, я свои извинения. Примерно у него тренер есть, брат. Старший тренер еще есть. От того, что мы сидим, давай, пошли. Мы же, брат, какое-то шоу хотим завязать. Нет, брат. Нет, просто смотри. Да, брат. Не подумай, не примите. Человек хочет есть, чтобы подраться. Как-то вы можете с ним договориться к чему-то? Сома хешник у нас. Подожди, брат. Подожди, подожди ему. Я хочу сказать, ну, у меня вот, например, в профессиональных боях у меня три один. А полюбителей очень много. Каждую неделю уступаю. Очень много раз. Как бы, это для меня, он вообще новый жоп. Для меня. Мне дает хороший соперник. Я хочу вас выбираться. Хороший. Вот, видишь, смотри, какая... Я сейчас дальше объясню тебе. Примерно, ты выйдешь, ты... Не подумай, я не его возвращаю, не тебя опускаю. Слышишь? Он, если... Сколько тебя? Можете, надо. Три один. Три один, брат. А у тебя сколько? Нет. Брат, смотри. Валаги, Валаги. Тут-то все братья мы. Взаимопонимание будет. Ты пришел себе уверен, да, брат? А я тоже так пришел себе. Брат, же ничего не делаешь. Со мной, со мной вызов не бросай, спать. И сейчас спорт взвое сейчас. Нет. Рустам, вот ты, Рустам, как-то найди такого же новичка. Примерно, ты не понимаешь этого. Ну, вот его братишка есть. Он не новичок, но он тоже хорошо выступает. Рустам, я скажу, вот этот человек со мной тренируется. Он не новичок. Он не первый день в зале. Он не новичок, брат. Как бы ни было. Нет, просто его вес совпадает, да? Вот, вот его вес совпадает. Вот видишь, и габариты одинаковые. Все совпадает. Вот их не бой был бы нормально. Я думаю, вот вас в твоем, брат. Как ты думаешь? Я так думаю. Мое мнение. Но я со стороны так вижу. Ну, ты выиграй. Ну, я готов, папа. Хорошо. Дайте мне соперник. И будем готовы, брат. Я покажу тебе. А блин, я кто, короче. Серьезно? Ну, с кем ты готов получать? По всеми, да? Ну, он типа говорит, чтобы не дочится. Через чуть все уверены. Не надо готовиться чуть-чуть, брат. Рустам, вот наша тема, да, с ним? Голубой? Да. Вот наша тема. Вот я, если он на реванш согласится, если на 57 скинет, я с ним готов. Но еще один парень был, который мне вот в личку писал со мной, желание проявил. А кто? Это Рустам Усербаев. А, да? Да. Он мне желание проявил со мной драться. Если через турнир я могу и с ним подраться, на самом деле. Серьезно? Да. Он мне написал в личку тогда. Ничего такого нет. После боя или до боя? После боя, вот, с командбеком. Он обещал со мной, да? Да. Который обещал со мной, да? Я понял. Усербаев Рустам. Он в следующем бою кого-то обещал там нокаутировать. Я не знаю, это явно не я, если он со мной. Когда я сюда приехал, ну, у меня шея была проскалившая. Умара. Все видели. Я вот так лежу, в Аллахе, я леву поворачиваюсь, трудом я. Но, тем не менее, там братья идут, я поехал. Я заснул там. Ну, проиграли. Я этого пацана хотел бы сюда. Он тоже был. А кто он? А я его данные не знаю. Позови до его на следующей пресс-конференции. Он тебя увидит. Он меня выиграл. Ну, который наш пацан с Ардором хотел с ним. А, с Ардором? С Ардором я учусь? Серьезно? Да, с Ардором хотел с ним драться. Нет, он не дрался, он хотел с ним. С Ардором. Я звездой сказал. Серьезно. 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 Помнишь, когда он подошел, он сказал, дайте мне этого человека. А, Ардор. Ну, он был рад и был мне. А, меня дай. Да. Это брат, на следующий... Я не даю с Аллахом, брат. Если он подошел бы, я договорился, и вышел бы с ним. Он не подошел. Значит, он не посчитал. Если он хотел бы, кто хочет, то делает. Кто не хочет, там. Ну, я могу сейчас говорить, я его вызову, я его вызову. А я в это время уже дома сижу и говорю, брат, я его вызову. Это не имею. Иди сюда, в Аллахе, выдал. Любым. Следующий камп, пресс-конференция? Я ничего не, брат, носить не буду, если кому-то в бою откажу. И, смотря как, если хороший вариант есть, мы все заработать пришли бы. Все бы, нужно делать бы. Следующий, пресс-конференция. Двести тысяч за три месяца получил. За это все я на спорт отправил. Это не делай, надо зарабатывать. Заработай его. Если пресс-конференция будет, вынесла. У муслима может спросить. Нет, нет, он двое их на спаррингу со мной выпускает сразу. Сразу на двоих. С двоих на тебя. С парнем. Да. Я красавчик. Финус Аллахом не 70, не 60, не 90, а 80. Такие вы сами. Просто, как сказать, тут чеченский дух. Смех. Нет вопроса, брат. Что будем? Мы сейчас подумаем на здесь тренеры. Он драться, он сейчас хочет драться. Он хочет любым высказать сейчас. Просто у нас здесь тренер. Он сейчас будет. Надо от тренера спросить. Ну все. Боже, на следующей пресс-конференции ждем оба, да? Хорошо. И тренера тоже пригласите. Сядем, обсудим, если будет. Рустам, вот этого парня тоже пригласите. А, Рустам Усурбаева точно будем пригласить. А Абдулов записывай, да, все? Пишите, вот я с ним хочу на Face to Face. То есть он мне. Насчет боя. Эй, ты разница, кого ты дашь, я тебе уважение проявляю. Я сейчас у тебя в гостях. И ты мой уже там, либо Муслима ты знаешь, да? Муслима я знаю, да. Муслима я знаю, да. Муслима я знаю, да. Просто с ними поговори насчет моего боя. Любого. Что, брат? Просто если мы прецедим, чтобы не было какой-то правый удар тебе показал твой тренер. Он в этот момент, когда тебе удар показывал, в свою душу вложил тебя. Я просто хочу, если я сейчас перепрыгну их, это не уважение к себе не будет. Я хочу, чтобы любого без разницы. Хоть начальник обороны. Ха-ха-ха, с ним готовы траться. Хорошо, брат. Мы тебя услышали. В следующем пресс-конференсе точно позовем. Ты знаешь, Лоблан Хакалдейк? Угу. Тренер на время. Окей. Уршада, любое время. Может, уршада. Просто тренер на время. Хорошо. Я спросил у тренера. Хорошо. Какие-то вопросы остались между вами? Нет, я ему все сказал, что хотел. Да? Что это геоплазмом, брат? Непрофессиональный подход просто. Вот и все. Хорошо. Так ты что-то против имеешь? Вот я лично к себе ничего не имею. Это спорт. Чисто спорт. Красавчики. Вот это важно. Брат, скажи, брат. Что думаешь? Брат, он у нас не будет. Шоумы. 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 Я не говорю. Не, я не говорю. Он же покушает. Я сам не буду кушать. За это меня не кушал. Брат, скажи, брат, о себе. Чем занимаешься? Я, брат, долго работаю и использовал. У меня второй дом использовал. Каждый день ты берешь. А где работаешь? Я, брат, кружочком работаю, человек работаю. Как это, брат? Ну, в любом. В разном. Да. Понятно. Где можно зарабатывать, там работаю. Для меня второй дом. Нашего тренера, ты тоже знаешь, Хаджимурат Пуртиев. Ага. Пригласите, да, в следующий раз? Он приедет, он сейчас в Азербайджане. Пригласим, он увидит вот это вот. Да. Закиньте и тренерами, чтобы все на месте решить, да? Тренер тоже приедет с нами. Вот сейчас мы разговариваем, но не можем решить, кто с кем будет драться, да? Тренер решает? Не, как бы мне дайте соперник. Не, у него нормальный соперник дайте. Он согласен, короче. Он согласен, короче, вот, с ним. А он не согласен, что он договорит, что он для меня легкий соперник. Но это вот надо решить. Не, не, это надо, ну, реально, у него вес тоже большой. Он сейчас уже 61 весит. Я могу сделать 61. Я дрался 61-57, был проф тоже. А я знаю? Ну, да. Ну, как бы, я могу 65-61 дрался. Ну, вот, реально, вот, я с ним смысле не вижу. 58 лет. Знаете, сейчас в воздух нормальный, достойный соперник. Ну, я не говорю вам, он плохой. Не, знаешь, как? Не, 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 блядь, не, 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 не подумай. Он знает, что говорит. Примерно у кого три есть. Таким, знаешь, чтобы, ну, заявить о себе. Ну, здесь, здесь вот, как бы, я скажу вам, вот, например, он согласен. А если вот, ты тоже вот говоришь, что я могу сделать. А если вот сможешь, то эти... Не, я могу, я могу сделать. Не, я... А почему, блядь? Сделаешь тогда все, о чем проблема? Подожди, подожди, сейчас вопрос. Подожди, подожди, подожди. Почему, почему ты смысла не видишь ним, да? Нет, просто скажи. Смотри, я его нигде не видел. Я тут давно выступаю. Я его нигде не видел. Я его нигде не видел. Этот парень просто заявить хочет о себе. Он в себе уверенный. Я тоже в него уверен. Другие парни. Если деньги будем драться, я подхожусь в ринге, блядь. Здесь много не буду болтать, блядь. Выходим меня, посмотрим, кто в этих периодах. Ну, значит, ты сможешь деться, блядь. Давай сначала братом, зайди с ним, потом... На моего веса есть кто-нибудь? Все, он будет все играться. Точно? Да, точно. Я готов. Ты в себе уверен? Да, конечно, блядь. На каком весе? Шестьдесят один. Да? Шестьдесят один. Шестьдесят один? Что, мы шестьдесят один или пятьдесят семь? Шестьдесят один. Шестьдесят один. Шестьдесят один. Шестьдесят один. Я же говорю точно, я себя уверен. Я просто реально тебя, ну, не видел. Ну, я тебя... Я за него. Давайте выходите. Фейс теперь сделаем сразу. Что, мы хищник? Посмотрим. Посмотрим. Вот так тоже. Как говорится, не буду. Иначе. Слегка. Всё, брат, получил то, что хотел, да? Да. Получил то, что хотел. Успехов вам, обеим желаю. Спасибо тебе. То, что нас не убивает, делайте не надо. Я еще. А вот эти... Этим ты хочет сказать, что он его убьет, да? Есть... Нет, нет, нет. Вот я заметил, да, вы так не пересекаетесь глазами. Ну, я любю тебя, брат. Брат, как говорится, не суди раньше выстрелы, ведь ветер может поменять траекторию пули. Брат, как ты насчет него, с ним подраться? Я уверен, что ты хороший парень, хорошо дерешься, он тоже я видел. Дай мне минуту, дай мне месяц, дай мне месяц. Если ты хочешь со мной выйти, 77-79, а я выскочу. 79? Нет, я 70 кг. Я с 90 спустился. Умею видеть, я спустился, но когда выступаю у Марата, у меня всегда плюс 92. Хотя у нас по прямам можно и веселую категорию, просто закрыт. Любой кипич, кроме не обоснованной голодовики. Хорош. Точно будем пить сегодня. Точно? Давай сделаем. Нет, брат, ты сказал достойный, я уверен, что он тоже хороший. Ты тоже хороший. Я побежал бы через Черногу, как ты. Во-первых, он же 79 кг. Брат, когда-то ты мне тоже, помню, предложил бой, но ты на тебя посмотри на свой вес и на меня. У нас же тоже разные веса. Интерес проявился. Нет, нет, нет. Смотри, сделай вес 65 в любое время. 65? 65, 66. Если хочешь, я с тобой выскочу. Клянусь, клянусь. Чтобы я этот вес сделал, мне хороший гонорар нужно будет. Давай, себя убивать. Я 79. Любого 79. Хочешь 77. Смотри, смотри, давай 50 тысяч, короче. 50 тысяч, 50 тысяч. Ты положи 50 тысяч, я положу 50 тысяч. Давай 50 тысяч, брат, я пойду у кого-нибудь, я беру. Ты что, продаешь? Это мелочь. Давай 50 тысяч. Сколько тебе? 100 тысяч. Давай 200. Ты что за кашля? Флага поднимается. Ты поднимай, давай 200 ты сделаешь, я выйду с тобой. Нет, давай по 100 тысяч. Я тоже, я тоже видел, я твой бой видел. Нет, брат, клянусь, Аллах, я не хочу тебя обижать, огорчать. Я тебя соперником не считаю. Вот стою я, брат. Постань на минуту. Не подумай, дай руку. Не подумай ничего. Я тебя в Аллаху скажу, упорми, упорми. Не прости, я просто по существу говорю. Я тебя не оскорбляю, не здесь задеть хочу. Тот, что было мусульман, сердце уйдет, разобьет и уйдет, он Аллахом опущен, я не хочу твое сердце. Просто я по сути говорю. Смотри, ну ладно, сделай 70 килограмм. Давай. Сделай 70 килограмм. Сделай 70 я смогу. Ну, сделай 70 килограмм, все. Ну, договоримся, начнется дальше. Ребята, 70 будет. Сделай 70 килограмм. Я сюда пришел, не балтологию вести. Я тут ранять пришел, брат. И так же я думаю, каждый хочет этого. Значит, будем устремляться лучше, несмотря на хуже. Все. Рахматславия. Все. Рахматславия. Рахматславия. Рахматисам. В تمеи. Игорь. В отлакaby. Вы можете рассказать о своем работе, как вы сделали это, вы можете найти его с помощью. Вы просто не могли бы ответить, что вы с помощью вас не могли бы ответить. Вы знаете, почему бы ответить, что вы можете ответить на то, что вы не могли. Это было у нас, когда вы выиграли первый с вами, я с вами вернусь. по-говорски, я не только на телефон, не воспользовались но и с помощью камеры я открыл сомнений Тимур был утром И он сказал, что у чего это было, Абдуло? Растов. Да, от нее устроили и в начале последней сезона... Голос за последний момент, а? Абдуло. Да, ушак он? Ушак он, когда у меня был в брусиона и телефон. Ну да, я от нагро. Вот, а уж ты вообще не об этом учишься. Но еще один человек остался, потому что здесь со мной был и шестиваль, когда ты сам оказался, этот раз прошел. Голос за последний раз прогулки, он был и с тобой. и в этом случае к нему не быстрее, но у меня не было никаких проблем с патухом, но обезопасным, что мы не посылали, а мы classrooms, помогли в автомобиле, что мы делали в трубе, и мы были в трубе и пришли в данном случае. Спасибо! Всем интересно! Мы сейчас спросили Камолды, Большое спасибо, двое спасибо, я благодарю, что мы с Камолу днем на землю, мы с Камолу днем на землю, ты с Камолу. Я не знаю, что я не знаю, что я. Я знаю, что я знаю. в ограничении мы выходим, куда мы решили, что по-английски было время, уже много работы, без конца, мы сAuthoria не�� этим, сейчас южная шарминка была, а вот пока я уже не собираюсь, мы пришли сюда и мы стараемся, мы строим возрасте, если мы развиваемся у нас, Я не могу обстреливаться, а не в самом деле. В общем, что обстреливаюсь, но не могу обстреливаться. Так что я не могу обстрелывать. Но мы будем распятывать его от Estшей операции, шамины лекарства, Но теперь они приготовлены в очередь еще раз, Друзья, здесь она функционируется, но я чувствую себя однажды, для этого, иначе мыNAD, для его противостояния после средств, иначе, иначе у нас нужно было этих клиентов, иczan, у нас нужно делать их, иначе они любой опыта, иначе они не продают их или не только, но иначе они могут делать, иначе они могут ВОЗЕБЮДЯ НОСАР, АВАЗНЫЕ СЛЕБЮДЯ УЗЕБЮДЯ, Это скидываю, Взрыва. Взрыв он был в 90-х годом. Взрыв он聞ится на счет с 60,000. С каждой уброшенной работе можно использовать. Взрыв, каждый раз мы сейчас используем, внуковый. Увы внуковый, внуковый... Я думаю, что мы занимаемся на школе. Мы занимаемся, что у нас есть дополнительный тренер. У нас есть еще какие-то результаты. Потому что у нас есть очень большое инкану, и у нас есть больше. Нема, это не так. Нема, давайте сейчас я занимаюсь, мы занимаемся, если мы учимся на тренировке, мы не занимаемся, как спорт. Вы можете найти спорт, если вы занимаемся? Нет, я занимаюсь. Что это значит? Если ты будешь чем спортсмурс, но если ты будешь нам billionaire, то я не буду определиться. То есть ты бороться с новыми делами, имущества у тебя нет. Я не могу, как положено тренер и тренер, все они будут говорить. Я не знаю, что вы получаете результаты. Как вы получаете эту тремь? Ниады? 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 Я не знаю, что это будет. Мы занимаемся пока Мыamойгранируем Мы потратили следующее Вы向 out Наймуд сделаны Youamой гранинируем Шауни и один раз. а меня это в турнир, гран-при турниры. шутка спальняши, и中国 и中国, наши уходы, все это очень быстро. Я, это всегда был один, который занимался. А если ты уехал, то я хочу сказать. Я хочу сказать, что я хочу делать. Немножко, все это если у меня на улицах, очень хорошо. Продолжение следует... Это не так, что мы не знали, что мы не знали, мы не знали. Они знали, что это характер. Я не знала, что мы уже в турнире 2 марта. Принalom. Немного нет. Немного нет. Я хочу вам благодарить на то, что мы здесь. Повторим, спасибо. Спасибо. С вами был Игорь Негода. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстане! он ворот ойбек иbsкарты, его охрана очень сложно «Ойбек» «Ойбек» какая у него ворот, но не знаю, что вы должны быть воротами воротами? «Истеснен, если вы воротами воротами, если вы воротами, или нет, воротами, я что-то не видел». «Ойбек» – «Ойбек» – «Он все, что-то воротами» «-Ойбек» – «-Воротами воротами» Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Далее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю вам, что вы какое-то божьёным, если вам это не так, за рlexю. Всем спасибо, что вы решили прочесть. Ну, это что-то. Но очень хороший приятный вопрос. Как вы решили играть с become you? Я верю, что я очень люблю. Я очень люблю себя. Я приятную сыр. Мы очень люблю себя. Я хочу бытьreally хорошим. У меня есть очень много, моих команда. но весь международный мастер-�대фильм вы знаете кто-нибудь сыграл? я не смотря, но верное, когда ты чувствуешь истинный нарушение я не могу оторвать в поле и не смог измениться она не просто не успеет Мы против цветов. Кожа в притренности живет ли вы? Нет, я ни одного из них не знаю. Я не знаю, а они не думают. Я к игре облака в книгу, даже не могу играть. Я не знаю, что ни одного из них не манит. this recruiting. Я достойный. Ты, судите, мой команда, в первом году призывался, правильный футбол. Да, вы знаете ли? Борисовка. Вы уже знаете ли напишите в комментариях? Борисовка. Нет. Вы не знаете, кто делать с вами? Я не знаю, кто надетится на YouTube. Air не можете найти. Я затылал, я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В этом году в Казахстане, в Казахстане и в Казахстане. В Казахстане и в Казахстане. это все, что динамит, я не знаю, что это не так, не так, не так. Все это делаем А вы делаете два тенера? Два тенера и два тенера Два тенера Зато есть два тенера Два, два тенера А это Тенера, не влюбил Да, это нет Витамина влюбил Насколько спонсоров? У тебя спонсор? У нас есть больше общих спонсоров и больше друг с ребенком. и когда вы живете в кухнике, она очень похожа на алкоголь, а также в кухне в кухне. Если вы получаете три года, то я уже получаю не только такой. Если вы получаете три года, то я буду получать три года, я вам просто не получаю пульвери. корм в университет. Я не повторяю, что я не смог ехать. Мы сначала занимались тренировкой и лигами, и мы в этом году не получались. Все мы готовы, но все мы получаем на мм-турную работу. Дальнейшее время, который был в этом году, я занимаюсь с ММА спортсменами. Я занимаюсь с ними сработать на мм- спорт. Я думаю, что Эти спортам вы понимаете, именно спортсмену, но мне кажется, что ты делаешь Потому что спорт на меня вы не видите, все равно я шла Поэтому, спасибо Существую вас за два друга, как вы делаете? Да, если вы делаете то, что со мной, что пъем, pronounce это Александр Я учил его как-то писал. Я работал в парламент, в парламент, и на каждом городе. Я работал в парламент с авторамиEND. Я делал все quanесы. Я делал в парламент. То есть я делал и наOne Левито. Я делал в парламент. Я делал в Кусту, в Республике, в Маркет. И так делал как я учил в парламент. Я получился в парламент. Если вы сейчас смотрите, как же вы начали в Треновом? Вы знаете, вы знаете историю, как вы вы знаете? Нет, мы с вами были два года. Какие вы делаете тренировки? Нет, в этом году вы делаете тренировки. Я не могу, как вы делаете тренировки. Мы с вами были решены, что происходит с тех пор. Я сказал, что я не знаю, что я не могу. Я не могу. Могой, я говорю, что вы не хотите. Вы не хотите. Я не хочу сказать, как мы SAIs. знаю, что в каждом из них работать, мы не встречались больше, мы не встречались, она ругалась и не встречалась, у меня не встречалась, а пока я на таких людей играю, там больше всего этого года, я считаю, что это тут такой же фигура, продавцов, мы просто поводствуем. Мы безденны в этом году. Мы безденны в laser & дать можно в нем. Их мы безденны в кастрюме. И так должно быть в плах. Я лужу вам не soluю. Бозможно, так и так. Вот прямой весел! Вастремлийте, вастремлимте, все! Промощенной. Мы поделись в районе. Я ningún кой. Незапно нестанавливается. Немного нет нищего умения мы хотим, нищему, няни нам еще нет. Мы иные в Айчганге-доплю, мы и все таки влажным в последствии, что контраст, Но в последствии цвет у нас идет из игрок. Мы легендаи, в этом случае высокой волне, лучше распознаваться, В этом случае будет высокой волне и высокой волне. Я не знаю, что нужно сделать Я не знаю, что делать, что делать нет, мне нужно срочно идти, не нужно. В Instagram, мы сроки, человек. А есть, не сроки? Несколько не сроков? Насколько нет, сейчас мы сроки протяжки. Нет, нет, не сроки. Насколько нужно сроки, чтобы вы не сроки, а сроки. Вы просто не сроки. Мы сроки будут в ПОПММ. Опыты. Опыты, да, сроки, но сроки. Мы из-за этого не получаем. Нему, почему? Бор пулы, мы продавали продукцию, троллеры, мы не обладали турнир, мы не обладали уровень, мы обладали. Вы обладали, мы обладали нормальный достоин. Как было? Атмосфера, хорошая. В общем, больше всего, чем нам нужно. Простая, мы опытный набирательный. при этом ночном не для себя, ни с вами об этом не сгустим. И если мне разрешено, то, что в последней грузии, водянуто настигнули время, и голова была. Мы не потеряли круто, а после начала нести сигнала. Но, которая только за это негативным, то наше время за это получилось, так как-то просто. Это был винт, мы сломали нормально, продолжим. Это больше, потому что мы неそれで зор, а мы, мы занимаемся хорошо. Спасибо, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok